Проект федерального бюджета на 2014-2016 годы составлен с учётом нового трёхлетнего прогноза и учитывает снижение по сравнению с ранее утверждёнными параметрами бюджета основных бюджетнообразующих параметров. Это учтено в прогнозе. В первую очередь такие, как валы внутренний продукт, фонд оплаты труда, прибыль прибыльных предприятий. Это приводит к тому, что и параметры бюджета по доходам несколько снижаются по сравнению с теми параметрами, которые мы утвердили в бюджете 2013-2015 годов. В свою очередь это приводит к тому, что нам необходимо пересмотреть планы, требующие дополнительных бюджетных расходов, уточнить государственные программы, уточнить ранее принятые решения, которые требуют выделения бюджетных средств. Проект прогноза, несмотря на его корректировку, является, по оценкам экспертов, достаточно оптимистичным. Поэтому вопрос переориентации экономической и бюджетной политики на рост, переориентация бюджетных расходов, нацеленные на достижение тех темпов экономического роста, тех параметров, нового прогноза, который мы сейчас только что обсуждали, является ключевой задачей нашей задачи, в том числе и задачей по повышению эффективности бюджетного сектора. Трехлетка не просто формировалась, но еще сложнее будут формирования параметров бюджета на 2017-2018 и последующие годы. Поэтому наша задача сегодня состоит в том, чтобы подготовиться к этим временам, проведя переосмысление обязательств государства, принять сейчас уже решения по приоритетам, которые мы будем реализовывать в среднесрочной перспективе и которые будут обеспечены необходимыми финансовыми ресурсами. Основные характеристики федерального бюджета на 2014-2016 год основываются на прогнозе и, как мы уже сказали, учитывают сокращение доходов бюджета по сравнению с первоначальным прогнозом и первоначальными параметрами. В 2014 году почти на 500 миллиардов рублей, в 2015 году более чем на триллион рублей. Расходы в соответствии с бюджетными правилами, которые мы приняли, не подлежат пересмотру в период 2014-2015 годов, поскольку на этот период у нас уже существует трехлетний бюджет 2013-2015 годов. Тем не менее, расходы в представленном варианте бюджета уточнены на связанные доходы и расходы, на те размеры утилизационного сбора, в первую очередь, который у нас будет поступать начиная с 2014 года и будет зачисляться как в доходы, так и в расходы. По расходам утилизационный сбор будет направляться на поддержку основных отраслей нашей экономики. Кроме того, в бюджете 2014-2015 годов в соответствии с бюджетным законодательством мы не потратили, исключили из объема расходов так называемые условно утвержденные расходы, которые в соответствии с бюджетными правилами не тратятся в случае, если прогноз доходов меньше, чем запланирован в трехлетке. Кроме того, хотелось бы отметить, что если бы не было у нас бюджетного правила, то мы должны были бы расходы федерального бюджета в 2014 году сократить более чем на 520 миллиардов рублей, в 2015 более чем на 670 миллиардов рублей. Хотелось бы отметить, что в реальном выражении, если посмотрим, то у нас достаточно большой объем расходов. Если мы возьмем за точку отсчета 2008 год, то валовый внутренний продукт в 2016 году вырастет к 2008 году в реальном выражении на 16,1%, доходы увеличатся на 3,2%, а расходы увеличиваются на 30,9%. 30,9% коллеги, это говорит о чем? О том, что у нас большие достаточно расходные обязательства, увеличивать их нам в дальнейшем в 2016-2017 годах нет возможности. Хотелось бы еще отметить, что в ходе последних буквально проработок, буквально вчера, мы еще с налоговой службой нашли возможность мобилизовать дополнительно в 2015 году 20 миллиардов, 20,4 миллиарда рублей, которые могут увеличить наши доходы, но, соответственно, без сокращения расходов. Это несколько придет к снижению дефицита бюджета 2015 года. Для того, чтобы обеспечить балансировку бюджета, мы учли так называемый бюджетный маневр. Он касается и доходов, и расходов. По доходам учтена мобилизация доходов в части увеличения налогообложения добычи нефти. Мы предлагаем повысить, с одной стороны, НДПИ на нефть, с другой стороны, сократить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Это даст дополнительный такой маневр, дополнительные ресурсы в 2014 году 35 миллиардов рублей, в 2015 году 67 миллиардов рублей и в 2016 году 72 миллиарда рублей. Кроме того, с учетом принятия законодательства, которое позволит нам более эффективно бороться с уклонением от уплаты налогов, мы планируем дополнительно собрать доходы в результате сокращения теневого сектора экономики и повышения прозрачности налогообложения. Соответственно, это позволит нам привлечь порядка 50 миллиардов рублей в 2014 году, более 100 миллиардов рублей в 2015 году и более 230 миллиардов рублей в 2016 году. Кроме того, мы предусматриваем дополнительное получение дивидендов и увеличение размера дивидендов, которые мы будем консолидировать по акционерных обществ, находящихся в федеральной собственности, из расчета 35% прибыли по международным стандартам финансовой отчетности уже в 2016 году, то есть по отчетности за 2015 год. Также мы предусматриваем в 2016 году и увеличение дивидендов от Роснефтегаза в результате продажи акции, 19,5% акции Роснефти в сумме 423 миллиарда рублей. Также предусматривается маневр и в расходах. Мы предлагаем сократить расходы за исключением нормативно обусловленных на 5%. Предлагаем сократить субсидии бюджетным и автономным учреждениям, в которые входят все компоненты государственного задания на 2%, то есть то повышение заработной платы, которое учтено в субсидиях к бюджетным учреждениям, для того, чтобы выйти на параметры указов президента в соответствии с дорожными картами, оно будет сохранено. И как и все другие государственные закупки, как и весь другой бюджетный сектор, будет проведена оптимизация расходов всего на 2%. Кроме того, мы предлагаем в качестве ресурса для перераспределения не индексировать заработные платы работников государственного сектора, денежные удовольствия на служащих, прокуроров и судей. Это высвободит дополнительно более 100 миллиардов рублей в 2015 и 2016 годах. Этот маневр в расходах даст нам дополнительно возможности для перераспределения. В 2014 году 240 миллиардов рублей, в 2015-м 430 миллиардов рублей и почти 470 миллиардов рублей в 2016 году. Общий объем маневра, общий объем перераспределения ресурсов как по доходам, так и по расходам, связанный с увеличением доходной базы, со снижением расходов на закупки и другие государственные траты на 5,2%, на передвижение, передвижки части расходов на оборонные нужды на более длительные сроки и не индексации зарплаты даст нам примерно возможность перераспределить около 1,5 триллиона рублей. Если мы добавим к этому еще наше предложение об изменении подходов к реализации накопительной части пенсии, то это добавит еще в трехлетку около 350 миллиардов рублей. Таким образом, около 1,8 триллиона рублей – это тот ресурс, которыми мы располагаем для решения сегодняшних приоритетных задач. На что направляются эти средства? Конечно, в первую очередь на новые задачи, поставленные в указах президента от 7 мая прошлого года, создание резерва в следующем году в размере 100 миллиардов рублей для решения вопросов занятости, для решения вопросов поддержки малопредпринимательства, моногородов. По сути дела, тот резерв, который мы могли бы реагировать и будем реагировать на ситуацию в экономике следующего года. Это, безусловно, новые программы, такие как Дальний Восток и Забайкалья, Юг России, Калининград. Программы по поддержке образования и так далее – это все те новые приоритеты, по которым правительство определялось в последнее время. Кроме того, средства будут направлены также на продолжение политики по льготным ставкам, по страховым взносам, по малым бизнесам, с IT-компаниям и поддержке самознанников. В этих условиях общий объем наших резервов будет... Мы в следующем году сможем продолжить формирование наших резервов. Резервный фонд в следующем году увеличится на 341 миллиард рублей. Общий объем резервного фонда составит более 3 триллионов рублей или 4,1% ВВП. И в последующие годы мы будем его пополнять, несмотря на параметры прогноза, несмотря на сложности в бюджете. Хочу бы отметить, что общий объем государственного долга составит примерно 13% ВВП. Это совершенно незначительный долг по сравнению с другими странами. Хотел бы сказать, что мы должны внести последнее уточнение в параметры госдолга, включив туда еще решения, которые были приняты вчера на наблюдательном совете Внешэкономбанка по уточнению гарантии эксарма. Несколько слов о субъектах Российской Федерации. Не менее напряженным будет формирование бюджетов субъектов Российской Федерации в 2014-2016 годах. Уже сегодня доходы регионов практически не растут к уровню прошлого года. Тем не менее задачи, которые стоят перед регионами, они сохраняются и требуют своего финансирования. Поэтому по нашей оценке в 2014 году субъекты Российской Федерации смогут сформировать свои бюджеты, консолидированные бюджеты регионов с дефицитом чуть больше 220 миллиардов рублей. Это большой дефицит, потому что в 2011 году он составлял около 335 миллиардов рублей, в 2012 году тоже около этой величины. Но тем не менее мы планируем, и прогноз говорит о том, что в последующем дефицит бюджетов регионов будет сокращаться. В этой связи мы предусмотрели дополнительную финансовую помощь регионам, более 120 миллиардов рублей в следующем году, 130 миллиардов рублей в 2015-м и 150 миллиардов рублей в 2016-м. Но, конечно, этой финансовой помощи будет недостаточно. Поэтому нам сейчас нужно думать о пополнении доходной части бюджетов регионов. И мы считаем, что в первую очередь нужно двигаться с точки зрения совершенства имущественного налогообложения компаний, которые зачастую сегодня еще не в полном объеме платят налоги в казну, в том числе и регионального бюджета. В заключении хотелось бы отметить, что предстоящая трехлетка будет характеризоваться проведением целого ряда важнейших структурных реформ. Первое. Мы переориентируем наш бюджет по программному принципу. Теперь будут важны не только расходы, но и результаты от этих расходов. Причем программы мы будем рассматривать и программы будут оцениваться по результатам не только в правительстве, но и в Государственной Думе, что тоже важно. И целеполагание, которое мы предусматриваем в бюджете, эффект от тех ресурсов, которые мы учитываем в бюджете, вот на что будет обращаться ключевое значение и внимание. Следующая важная реформа, пенсионная реформа, которую мы начнем с 2015 года. Она будет стимулировать продолжение трудовой деятельности и стимулировать получать заработную плату, официальную зарплату, работать в белую. Это очень важно. И необходимые ресурсы, соответствующие предусмотренные на реализацию этой реформы. Кроме того, важная реформа будет проходить в здравоохранении. Будет постепенно, мы будем переходить на страховые принципы финансирования услуг в области здравоохранения. И постепенно мы будем отходить от прямого бюджетного финансирования, переходить к финансированию через ФОМС. То есть через переход на страховую медицину. Значительные реформы нас ждут и в образовании. Будет осуществлена переоритизация высших учебных заведений, будет проведена реформа Российской Академии наук и так далее. Существенные новые решения будут приняты и в использовании и направлении средств дополнительных в инфраструктуру. Мы впервые начнем использовать средства Фонда национального благосостояния в новые инфраструктурные проекты, которые дадут дополнительный толчок росту нашей экономики. Кроме того, будут проведены реформы и в финансовом секторе. В первую очередь будет заработать, и уже заработал мегарегулятор, будут проведены реформы с точки зрения улучшения надзора за негосударственными пенсионными фондами, что позволит обеспечить стабильность работы этого сектора. В заключение я хотел сказать, что помимо структурных реформ нам всем нужно будет в ближайшую трехлетку решать задачу снижения издержек. Это касается и бюджетного сектора, это касается и экономики. По сути дела, наша основная задача будет на ближайшую перспективу, поскольку без ее решения мы не сможем повысить конкурентоспособность как экономики, так и нашей страны и бюджетного сектора. Поэтому эти все решения содержатся в проектировках бюджета на предстоящую трехлетку, и эти все решения мы будем исполнять. Спасибо за внимание.